Сменить управляющую компанию жители четырех домов по улицам Дыбенко и Советской армии решили еще в июне прошлого года. Слишком уж много претензий накопилось по обслуживанию. И на общем собрании проголосовали за новую, муниципальную управляющую компанию. Расстаться с прежней управляющей компанией жителям оказалось непросто. Квитанции на оплату коммунальных платежей приходят до сих пор. И каждый раз сумма долга в них растет. Долгов перед управляющей компанией нет, говорят жители. В подтверждение показывают оплаченные квитанции. До первого июня я проплачивал. Чтобы заставить людей заплатить, привлекали даже коллекторов. Жители жаловались в прокуратуру и АБЭП. Со своей стороны мы выполнили все по закону. За два месяца мы поставили в известность и управляющую компанию, и администрацию Советского района. То есть они продали долги этой коллекторской службы, как они нам объяснили. Мы продали эти долги коллекторской службы. И мы не вправе им что-то указывать. Сейчас дома обслуживает муниципальная управляющая компания «Жилсервис». Эта организация создана в прошлом году специально для работы в исторической части города. Со старым жилым фондом, куда не хотели выходить коммерческие организации. В «Ведении» «Жилсервис» – старые здания Самарского района. Это больше 1300 домов. Работы много. Меняют изношенные коммуникации и убирают территорию. Летом за счет городского бюджета закуплена новая современная техника. С ее помощью удалось вывести уборку района на новый уровень. Многие управляющие компании коммерческие подтянулись к нашим стандартам. Просто-напросто видят, что как у нас работа поставлена, что у нас меньше жалоб выходит. Поэтому приходится как-то вот к нам смотреть на нас и подтягиваться за нами. Ну, в принципе, глава и губернатор этого и добивались, чтобы у нас какая-то конкуренция здоровая была. Можно работать даже в Самарском районе, на 6-7 категории, и можно все это нормально выполнять. И не говорить, что денег не хватает, техники не хватает. После обращений жителей «Жилсервис» вышел и в Советский район. Обслуживанием люди довольны и возвращаться к прежней организации не хотят. Впервые, как только перешли в новую компанию, почувствовали, что действительно люди занимаются два раза в месяц, а не три раза в месяц. По мере необходимости приходят уборщицы, моют лестничные площадки, подоконники моют, потом мусорные крышки. Все это, вы знаете, приятно жить стало. Жители Советского района намерены и дальше отстаивать свой выбор. В ближайшее время планируют обратиться в суд.